Мало того, что мы как депутаты, ну я не знаю у кого как, допустим, я направляю письма в различные, так сказать, учреждения муниципальные. Мало того, что на них не реагируют, да, больше реагируют, допустим, на ту же Кузнякову. Это уже несколько раз было подмечено. Я направил письмо в адрес замглава администрации Калинова 10 июня по поводу спила деревьев на территории детского сада. Мало того, что там это было сделано, как говорится, уже потом по моей инициативе, мне даже на это письмо не ответили. Это, в общем-то, полнующее безобразие, да. 10 июня я прошу вас принять меры административного реагирования в адрес Калинина. И на следующем совете доложить. Спешите, пожалуйста, протокол. Конечно, я правильно обратился в прокуратуру, чтобы ее привлекли к ответственности. Но я считаю, что все-таки вы должны сами на это как-то повлиять. Я вам копию могу передать. Исполнение срока своего документа. Ежемесячно это проводят и отделы производства, и другие отделы, осуществляющие контроль. И сотрудники, которые допускают неисполнение документов и неисполнение сроков исполнения, снижаются при меня. Возможно, здесь уже такая работа произойдет. Но я посмотрю по вашему письму и ответом получите. Если бы она была проведена, я бы получил ответ. Но до сих пор его нет. Я вам копию оставлю. Пожалуйста, отреагируй. Хорошо, обязательно. Я увидел статью по поводу Леневки, озера Леневки. И там была куча навалена, похожая на, скажем так, обилки, которые образуются после работы в куче. Отселок в комментариях тоже будет знать, когда состральный вопрос. Пусть вопрос задают, там кто СМИ написал. Я вопрос задаю, сейчас могу задать. А в каком СМИ кто написал? Скажите, так или не так? Просто интересно, потому что это методика. А я просто совершенно скажу, как он СМИ. А это великая тайна? Нет. Скажите всем. Типичный молоком. Кто написал? Вы сейчас давайте ответить на те вопросы, которые совет депутатов у вас спрашивает. Потом мы тебе надо, после свечения, что я отвечу на вашу. Да. А на него написал? Ну, Борисович, здесь вопросы, наоборот, не задаем. Так что давайте вы за свои эти непосредственно работы будете отвечать, а мы за свою. Я вопрос сейчас адресновал. То есть не скажете. Ва, отвечай. Наоборот, здесь данные опилки, хотелось бы напомнить, что также размещался в соцсетях, что любой желающий может безвозмездной основе данные опилки вывести с базы Балавтодора, поэтому какими лицами складировать именно опилки в том или ином месте, к сожалению, проконтролировать невозможно. И если есть подтверждающие данные, что это именно сила Балавтодора или фотоматериалы, то разрешу предоставить. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос тогда, пользуясь лучшим, по поводу улицы Комарова, по поводу дорожного покрытия. Готовы ли экспертиза? Подписаны ли акты? Поясните, пожалуйста, на сегодняшний момент. Приезжали с Волгоборстранса, их два эксперта приезжали, были взяты выруки, экспертиза положительная, дорога принята. Акты приема объяснены? Да, экспертиза положительная, все результаты, все есть.